Для наших котлет я подготовила зелень. Это укроп и витаминный лук. Он у меня просыхает на специальной подложке, впитывающей. Освобождается от избытка влаги. Пока эта зелень просыхает, я подготовлю мясо. Фарш куриные грудки тщательно посолить и перемешать. Подготовленную зелень мелко порубить и добавить в наш фарш. В фарш не добавляется ничего, кроме зелени и соли. Затем все это тщательно перемешивается. Таким образом мы готовим фарш для котлет, который состоит у нас из мяса куриной грудки. Укроп, витаминный лук и соль. Духовку мы разогреваем до 250 градусов. И переходим к формированию наших котлет. Котлеты выкладываются на алюминиевую форму, смазанную растительным маслом. Формируются они вручную, очень легко, без каких-либо трудностей. Не обваливаются ни в муке, ни в манной крупе, ни в панировочных сухарях. После этого мы их поставим в духовку. Время приготовления в среднем около 30 минут. Если кто-то хочет более зажаристых котлет, время удлиняем до 40-50 минут. Котлетки я подготовила и ставлю их в свою духовку. Духовку предварительно разогрела. А тем временем я решила попить вкусного ароматного кофе. Через некоторое время мой кофе практически готов. Я снимаю его с плиты. И смотрю, что же там делают мои котлетки. Прошло 5-10 минут. Начался процесс приготовления котлет. Ровно через 30 минут котлетки готовы. Снимаются они с этого листа очень хорошо. Продавать эти котлеты можно с зеленью, с любым гарниром. Это я приготовила котлетки на целый день для диетического питания семьи. Всем приятного аппетита! ПОДПิОМОТИТЕЛЬНИКИ